всех приветствую в нашем мотосалоне moto pro наконец-то долгожданный рейсер srx2 2022 года у нас в связи с ажиотажем безумным просто не успевали мы их собирать и отправляли прямо в коробках наконец-то собрали вот в таком вот новом бирюзовом цвете совсем недавно пару дней он сошел только с производства завода racer сразу уже у нас очень интересно своеобразно индивидуально смотрится цвет называется бриз также конечно же есть в оранжевом цвете здесь уже дело вкуса но вот мне очень сильно симпатизирует вот такой цвет собственно их уже отгружено продано очень много визуализация на него уже было у нас они сразу скажу по самым выгодным ценникам несмотря на то что с ценами происходит что-то совершенно невменяемое мы до сих пор цены стараемся держать ценники на самые адекватные самые выгодные даже с учетом доставки рейсер srx2 2022 года что уже здесь интересного интересного здесь много достаточно это самое главное по-прежнему тот же самый мотоцикл которым владею я 2019 года отличный низовой мотор 174 без изменений это трехсотка водянка 4 клапана с балансиром ярко выраженные низа двигатель реально очень удачный очень много кому нравится в том числе и мне катаюсь девятнадцатого года у нас их в группе достаточно много проблем с двигателем связанным не было ни у кого то есть ни разу за три сезона достаточно жесткой эксплуатации можете посмотреть на канале никто в мотор не лазил поэтому мотор зачетный бак заявлен на 12 литров обязательно сезон будем тестировать заливать сколько же по факту туда входит система подачи топлива карбюратор происходит не сразу непосредственно в карбюратор а через вот такой вот клапан частой стороны посмотрим привод этого насоса не электронный не механический здесь все просто здесь вакуумный то есть несмотря на то что шланги добавились в целом конструкция концепция немудреная разряжение создается во впуске и соответственно тяга и поступление топлива поэтому теоретически топливо должно забираться из бака полностью будем тестировать смотреть так карбюратор ними 34 уже заводили тестировали проблем а нет карбюратор хороший оригинальный поэтому запуском с раскручиванием оборотов нет работает идеально отлично по этой части двигатель точно такой же в отличный от авантиса отлив хороший то есть видно сразу по головке никаких тут а грех нет литье хорошее качественное вот такая тормозная лапка тоже она изменена кик увы не очень удачен то есть киковать практически невозможно бега не подпружиненная это только плюс никакой проблемы со скальзыванием и со складом лапки этой не будет все жестко хорошо и качественно а что касается кикстартера лично мое мнение просто берем его и выбрасываем ненужная штука если у вас все в порядке с аккумулятором с аккумулятором как показывает практика на протяжении трех лет лично у меня вопросов не было поэтому если есть вопросы по аккумулятору вы покупаете хороший не жалеете и просто выкидываете эту штуку она вам не нужна так что касается подвески заявлено как и е название нормальных нет нигде кроме вот этого она более жесткая я бы не сказал что она дубовая она более просто упругая не такая мягкая от реальная как на иксе 19 года у меня видно что ходы и сам амортизатор достаточно мощный большой и работа в ноле у него все равно есть ход в ноле достаточно хороший и плавные мягкие дальше просто начинает более упруго работать соответственно кто-то жаловался на подвеску x2 что она очень мягкая и недостаточно особенно райдеры с большим весом здесь же проблем таких не будет и я думаю на высоких скоростях потенциал именно этой подвески будет гораздо лучше и интереснее будет работать передняя тоже с регулировочками всеми помимо этого здесь крепление самой оси реализовано таким образом то есть своеобразными хомутами проблем с этим не думаю не будет датчик скорости здесь внутренней то есть не как в девятнадцатом году стоял датчик который естественно на бездорожье отваливался здесь все спрятано достаточно хорошо грамотно я надеюсь проблем с этим узлом не будет приборка осталась прежней ключ зажигания находится здесь как девятнадцатом году на мой взгляд очень удобное расположение приборка такая же просто информативная нейтралка передача показывает скорость показывает больше ничего и не нужно собственно как и по органам управления обычная короткоходка визуально немного изменилась стартер двиг-стоп свет больше ничего нет и не нужно эндуро мотоцикл данный аппарат продается без птс соответственно идет как спорт инвентарь все документы сопутствующие мы делаем по выхлопу сама банка немного отличается на низах на холостых работает точно так же как девятнадцатый год булькает приятно не громко открываешься становится более резкий звук у нас на иксах он такой басовитый здесь он такой более резкий но достаточно приятный хочется крутить глядовать и ехать конечно же радиаторы такие же вентилятор имеется автоматическое включение имеется собственно по самим радиатором изменения есть в вот этой части то есть видимо такую пластину достаточно жесткую ну то есть она уже видно как будто прям такая защита то есть пластиковая но очень надежная то есть не какая-то там непонятная тоненькая штука прям серьезная надежная плюс еще здесь вот такой металлический пор уголок который выполняет тоже роль своеобразного демпфера при ударе она будет уходить и удар будет гаситься именно там не в радиаторе именно там уходить соответственно так как это обычное железо выгибаем обратно едем дальше то есть этот узел понравился здесь как бы доработана практика конечно покажет что это и как это но пока визуально и как это должно работать задумка мне нравится конечно же защиты ставить желательно они у нас к слову есть также как защита картера обращайтесь можем поставить сразу можем отправить с мотоциклом защиты рук тоже имеются тормоза по-прежнему самые нормальные двухпоршневые с армированными шлангами информативность мне у них нравится то есть именно такое понятное вот это вот начало когда они срабатывать начинают точно также работают и задние они тоже армированные двухпоршневые крепления задней звезды на шести болтах теперь на моем рейсе или 42 2019 года крепления задней звезды на четырех болтах реализована проблем за три года связано ни у меня ни у кого не было все достаточно надежно но все же некоторые скептики так сказать переживали по этому поводу что это все ненадежный развалится пожалуйста 6 болтов проблем со звездами не будет никаких в поиске имею ввиду хотя сейчас стоит уже 47 размер звезды то есть это самое оптимальное на мой взгляд можно и эндурить можно и по трассе ехать достаточно быстро золотая серединка такая именно на этом моторе 47 13 естественно имеется ловушка цепи слайдер цепи ролик цепи это все по-взрослому усиленная сэферовская цепь не сальниковая брызговик вот такой мягкий так болтается то есть в принципе роль его невелика он имеется он мягкий в девятнадцатом году были лапки жесткие не складные постоянно с ними были проблемы кто их сразу не менял я оставил именно вот такую первую свою лапку сразу же проблем не было сиденья несмотря на то что узкая многие спрашивают она достаточно мягкая наполнителя здесь много она выше чем в девятнадцатом году то есть собственно это сиденье двадцатого года по пластику тоже могу сказать что пластик не такой стеклянный как бы в двадцатом но жестче чем девятнадцатом то есть такой серединка я бы сказал он достаточно упругий но все же гнется вот такой краткий обзор на рейсер srx 2 2022 года естественно будем кататься в сезон естественно будет личный тест-драйв обязательно выйду расскажу свои эмоции как он едет естественно ехать он будет также потому что передаточные числа те же мотор тот же что касается бака при детальном рассмотрении и сравнение двух мотоциклов видим разницу запоминаем как выступает бак здесь и как выступает бак здесь версия 1 в оранжевом цвете бак не мешает абсолютно то есть когда садишься его реально не чувствуешь не замечаешь совсем вообще никак то есть кран который выступает флажок можно просто развернуть попробовать чтобы он не мешался бы не было риска его повредить но именно перемещаться вообще никак не мешает то есть он достаточно так гармонично выливается и видим сверху он практически не выступает проблем нет с этим то есть тут прям зачет тут хорошо тут классно у меня есть подозрение что бак здесь немного меньше за счет того что он выступает меньше смотрим же на бирюзовым которые стали выпускаться чуть позднее видимо баки те закончились стал рейсер ставить вот такие именно он выступает больше он кажется шире потому что выступает больше это естественно и он немного чувствует то есть когда едешь особенно стойки это интересует у стойки конечно ничего не мешается и перемещаться не мешается здесь мы сразу можем наблюдать флажок не видно то есть так как эта часть шире и визуально сверху видно что он выступает больше плохо это или хорошо я даже не могу однозначно сказать с одной стороны в на коленках мотоботах обжимать будет в любом случае под коленками вот он коленками обжимаем то есть какого-то сильного дискомфорта он не вызывает но все равно вот этим местом я чувствую бак и при перемещении так или иначе нога немного уходит то есть он реально чувствуется но плюс это больший бак естественно то есть я думаю разница тут в литр полтора реальных должно быть то должно быть бензина больше все вот такой срочный видео обзор я выкладываю конечно будет дополнение конечно будут тест-драйвы конечно будет всем когда будет сезон они снег как сейчас соответственно всю новинку все изменения я показал дальше нужно только эксплуатировать и делиться своими живыми настоящими эмоциями что я собственно и буду делать смотрите визуально какой нравится появится еще третий цвет желтым то есть это оранжевый тот цвет бриз появится еще желтый его обязательно тоже покажем смотрите следите за нами в инстаграм там свежая информация появляется в первую очередь также переходите в группу racer srx2 там тоже ребята еще с девятнадцатого года катают на таких моторах